супер работает геймпад прошу спасибо ультра ультра можно ультра 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 спасибо придется убавлять потом о чем я о чем я только что думал о чем ты мог подумать музыковые эффекты да так оставлю отлично язык ну так как игра русская надо играть на оригиналь тут вообще без вопросов конечно было бы интересно посмотреть на английский игра довольно достаточно свежая но вышла уже где-то мне кажется с полмесяца назад и месяц даже хрущевские пятиэтажки девятиэтажки третий этаж графон кстати ультра супер графон камера внезапно изменилась непривычно типа камера меняется стик не отпускаешь он все в том же направлении идет мишка выходя на улицу окна называл а ну мишка выходи на улицу окна но Это вспоминание. Я все понял, за тобой надо идти. Бежать можно? Давай за ним побежим. Куда он ведет-то? Мальчик, мальчик, ты куда ведешь? Чё такой-то триллер. Не хватает бензопилы в руке. Уже страшилка. Самолетик, вии, полетели. У меня уже посадочка произошла. Почти. Аккуратно, аккуратно. Ты куда угнал? Ты с ума сошел? Я бегать не могу. Я сколько идти? Такое ощущение по одежде, то, что он сам за собой гоняет. Еще время он в обратную идет. Стой. Песня. А если я был на проезжей бы части? все фарш не на это не так и был на проезжей части но не на той стороне где все происходило мишка мишка выходи на улицу получишь пизды я заходи блин вообще этот поезд среди дороги кому там надо одеться надо да можно было не одеваться зачем осень день варенье времена когда прощаясь мы говорили друг другу до завтра но можно выключить монгол погоди я субтитры выключу можно выключить только не говори что нельзя пожалуйста пожежестно пожежестно а могут серьезно субтитры нельзя выключить косяк конечно блин придется страдать я всю свою музыку наизусть уже знаю хорошо я тоже пойди монгол самом деле блин квартира большая да успокойся я тут в геймпадах потерялся я же слышу ты там кто ходит в гости по утра тот поступает мудро с соседом твоим беда утренний подвиг отличное начало дня мне вообще-то сейчас не до шуток за мной иди я чем тебе сделал чел не реально я че сделал а какой был полюбуйся милиция какой год 90 че такое что случилось бытовуха мишка хоть ты ментам в толку и камешана вломилась окраине снова я как так мародеры вот в углу трутся снова пели да и ты туда же бутылки на полу значит сразу пил старые они старые старые понял не поняли старые но сказать можно все что угодно тебе дыхнуть на чё-то я покосил немного чё я теперь эти последователи или нет я бледный потрясающий голос миша ты заглянул чё тут все мозги пропил с утра сплюют у меня из кровати на пол клок волос выдрал старый козел козел также он клянется что не пил ему и не надо его спирту крови не обнаружено столько лет бухать его спирту крови не обнаружено у него чаю это чё типа когда крови сдавал крови не было спирт это знаешь если я могу чем-то помочь и ты поможешь если бы не петь и давно бы вслед за мамы сбежала просто визбить вежливость вежливость она говорим так это дядь миш можно я у вас поживу ты как опять папка будет меня катя схватила в ванну и заперлась а папа снаружи стучится вот так вот просто так на пустом месте сменой может натворили что нет вчера перед сном с ним играли а сегодня это оркестр франкрут монгол я не знаю этих ребят узнаешь ну да шутишь шопить искать и не узнаю эти ко мне вообще забегаем они приходится хозяину детьми что ты мелешь чё ты мелешь какие они мне дети слышит слышит а меня узнает страна с утра звонок у меня воры думаю большая деревня ведь какие у нас тут воры приезжаем ведет к ванной а там ребята с на колесе белочка пусть врачи решают вроде трезвый детей пока квартира витя дети диагноз интересно что править врачи скажут ты сколько раз это точно минимум два раза пропустил этого так еще дальше завис аля ничего не сделать потому что энерджи ран аут фак или энерджи ран аут так ну теперь сработать должно быть но все починил ты не ломалась вроде как нечего как можно жить в такой берлоге степи на и дети что с ними будет нельзя так бросать жить в квартире не берлога под опеку ладно задержали мы тебя подбросить мой дом далеко зачем до отделения до работы а ну блин ну если предлагаешь отказываться с напарником поедешь мне вон детвору оформлять напарник монгола чем с напарником монгола говорить совсем его не знаю теперь всю дорогу молчать терпеть не могу чем с напарником монгола уводи мусора поганые развели произвол я на вас оправа найду из собственной квартиры шпанует угоните сосед дядя витя сейчас я не хочу с напарником ехать я думал с монголом пойду так будем дальше я сам ладно вопросы не имеются вообще я вот если попутешествовать по квартирке и дядя витте это самогон аппарат или бутылка бутылка много бутылок но вряд ли они старые телефон алё и квартира то здесь была тут дядьку альги да у соседей слышать не хочу чтоб через пять минут как штык на станции все понял пошел на это чё это за дядя да даже не умылся машинка быстрее машинки быстрее будет чё тут еще есть чайничек попьем может что-нибудь и если бы алмаз из раннего творчества вертолет кстати весьма недурно для ребенка да почти пикассо в любой момент можно открыть мысли подумать о чем-нибудь класс мы пойдем подумаем о чем-нибудь на улице как опыт в квартирку позитиве нить и прыгай куда вся пара я помогу да я еще выйду меня голыми руками не возьмешь только что взяли я президенту напишу на моем месте окажетесь чуть сказал повтори плохо слышно благодарю без машины я бы не успел и разрешения нам нет рабочий тут дети без отца остались у меня на станцию бежать хоть разорвись гаши подкрепился на горшок сходил пора и за работу здрась дядь корня знали бы что у нас утром творилось а потом сначала пассажиров прими тогда посмотрим что-то уважаемые пассажиры перед посадкой на поезд убедительно просим вас предъявить билеты и разрешение на выезд в окно номер один это мои окна до базы рк сейчас обрежешь держи пропуск иван владимир а иванов владимир иван иван владимир нормальный чё ты казань чё это сказать про все семей а есть по сторонам славности выпечка просто сам понимаешь город большой лавочек тоже ладно меня в отчет он свой не 7 на ту встречу пропущу все в порядке продавайте мишу дачи и в либо кого рб куба и ебать кого на а ничего себе тут надо другими кнопочки не нажимать я думал только одной из стиком ля ты смотри чё ты посмотри а Михеева валерия хоба 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 тварь они просто пропуск показывает а вон тип записать березина дарья ущет роли вот так вот все просто я думал у меня наши знакомые только переключаться и и писать больно доброе утро мишенька эти горя тебе привет от алмаза вечером приедет дача долгов на дня взору ждал пропуск перед тобой тетя говорит у вас он того и правда как это я прозевала а это я в городе была тут он и истек мишенька пусти по старой памяти мы же не чужие люди ты все детство с алмазом и темой а я сразу продлю и где мне потом работу искать в отделе пропусков мигом все сделают тогда и возвращайтесь тетя галя иди 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 блять потом работу искать пожалуйста не надо оба да ну только ты быстренько это верни там сделай пропуск весь уголь блин народ не у не убывает за что такое то так 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 не плохо Долго на этой работе? Ась, пару лет, а что? Миш, ты правда меня не узнаешь? Даю подсказку. Тёма, ты, кто третий? Андрей. Что? Тсссс. На алмазы ты не похожа. Асинька. Эти твои шуточки, Миш. Кстати, об алмазе, он здесь? Тёть говорит, вечером приедет. Завтра все у неё соберёмся. Приготовила ей подарок. В процессе. Сейчас закончу, погуляем. Слушай, я ещё в командировку в наш НИИ совместила приятное с полезным. Но может в обед? В час у нашего дуба. Замёт она, жду, не дождусь. Так, так, так. Камышина Анастасия. Настенька, значит, у нас. Это тогда мы и вот сюда вот прописываем номерочек. Ещё тоже надо дать. Ей. Свой. Для отчётности, конечно же. Кому-то позвонить надо. Кому? Монгол. Уважаемые пассажиры. Просим вас находиться на безопасном расстоянии от края платформы. Никого дома. Никого я думал застать у Монгола. Блин, не знаю. Пассажиры. С первого пути отправляется пассажирский поезд номер 423 на Казань. Просьба отойти от края платформы. Всё в порядке, Миш? Сон, миссу и с утра. Витя. Соседа у Вили. Давно пора. Наталья, любезный. А чё за месяц такой? Хмурень или что это? Хиурень. Хсурень. Что это? Позырка-то это ещё понятно. Уважаемые пассажиры. Точно не январь. Просим вас находиться на безопасном расстоянии от края платформы. Слушай, чё за месяц такой? Кам позвонит? Участок? Ну давай. Алло. Час. Участки никто не берёт. Вот так вот. А, пойдём на это. Коля, Коля. Коля, Коля. Коля. Дядя Коля. Так что там у тебя стряслось? Витя Увели. Детей не узнаёт. Совсем плохой стал. Я отберу ненадолго. К 7 часовому вернись только. Внимание, пассажиры. Приятного рука. Дети. Интересно, как там дети? Им сейчас трудно, надо бы их поддержать. Ася приехала, Ася. В час дня у Дуба. В час дня у Дуба. Смотрели. Станция. Ни-Дуб. Ммм, кто рядом. Время. В каком время? 10-17. Сейчас дня. Вот так. Тетя, 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 закончил? А вы же здесь? Встаю, стою, ни попутки, ничего. С сумкой поможешь? Хоть бы автобус мимо нас пустили, что ли. Да, блин. Фак. Давай. Накупила впрок. Когда еще в Казани буду? Там выбор все-таки больше. Ну что, вперед? Ты меня не жди. Я медленно хожу. А ты молодой. Беги и у лифта оставь. Надеюсь, Витя не стащит. Витя не стащит. Витя милиция забрала. О, господи. На пару дней отлучиться нельзя. Хотя давно к этому шло. А что, Витя? Витя? С Петей, с Катей. Ману говорит пока подопеку. Надо ему позвонить, все разузнать. Ладно, беги, не держу. Заболтались мы с тобой. Да. Целых восемь минут. Че это такое свидание? Новые дни. Интересно. Сколько раз мне еще за сегодня рассказывать про Витю? Все, больше не будем рассказывать кому. Пойду воздать на кассе? Скину сумку нашего лифта. Тетя Галя сама предложила. И разрешение на облик. Номер номер. Рыбикать. Я бегу. Так, стоять. Стоять. Дом. Другой куск карты. Оба. Да. Ой, блин. А это где? Нет. Это, наверное, вот так. А, ну, смотри. До дома. И к дубу. Все отлично. Миша, надо бежать. Нет времени. Нет времени ходить пешком. Надо бежать. Бежать. Просто бег. Просто сделать бег. С сумкой в 30 килограмм. Время. Тик-так, тик-так. А, вот и дети. Смотри. Э, а ну, стоять. Ставить на перелез и идем. Как дела? Сейчас дам детей скорой, тогда и потрепимся. Блин. Скорой. Ага. Так, все взяли? В такой самотохе что-то прозевать, как два пальца, что называется. Прямо как у вас при аресте. Пять минут на сборы. Ну, не пять, конечно, но тоже не густо. При аресте пять минут. Да хрен знает, где лифт. Витя не украдет. И да, надеюсь, успею. Нет. Похода нет. Побежал. Даже с сумкой меня обогнал. Эх, молодость, молодость. Молодость. Не хочу в интернат. И я постараюсь вас вернуть. Хочу к вам кораблик строить. И я обязательно займемся. Катя, подержись. Ох, свобода. Хотя бы не придется на себе весь дом тащить. Я вас не верю, что увидимся еще. Знаю. Всегда в трудную минуту у тебя кантовались. Все образуется, не переживай. Ох, поведи. Ну все, закончили здесь. Слушай, возьмем ребят под крыло? Будут сыны дочи полка. До 18 им положены предки. Ты готов? Я нет. Что не соображу. Подработку возьму. У меня есть день свободен. А жилье у них свое. Пусть ребята устроятся, освоятся. Тогда можно и проведать. Ну ты у нас просто филателлист или филантроп или кондрол его. Ну ты понял. Какой-то ты нервный. Монгол. Ну ты че? Время тик-так просто. У-у-у-у. Я вас не брошу, дети. Дети, я вас не брошу. Они не увезут. Вас у меня. Куда бежать? На, суверным бегом. Они у вас... Они вас не отберут у меня. Ладно, мне в принципе не попадут не по пути, так что давайте. Покеда. Рынок есть. Блин, прикольно остыть. Атмосфера здесь есть какая-то. Бытие, так сказать. Я успеваю? Не пропустил поворот? Я где? Ё-баный рот. Я где? Я где? Надо до рынка добежать и посмотреть опять по-потому что че-то я как бы... Че-то и все. Где-то здесь, да? Я немножко пробежал поворот. Все-все усек. Я все верно шел. Сейчас следующий поворот. Ну, а нормой. Че-то карта не открывается. Ее надо искать. Блин, опасно здесь по дороге ходить. Лучше по пешеходному. А то поезда всякие гоняют. 57, 58, 59. Блять, не успел. Саша. Я в зоне. Я в зоне. Я в зоне. Я в зоне. Уду-ба. Какая пунктуальность. Совсем не изменился. И тел на крыльях. На крыльях. В общем, на крыльях. Балда. Балда. Вот вроде обидное слово. А у Аси получается нежно. И приятно. И горжусь этим. Так что веди меня за собой. Неразумного. А давай в наш райский сад. А почему райский? Разве детства не было раем? Ну, так сказать, свободный от налогов. Не то, чтобы прямо рай. Но свободный от налогов. Тоже неплохо. Чувствуешь? Конечно. А что чувствуешь ты? Как будто не было разлуки. Все накатилось прежней силой. Все наши детские шалости. А раньше такими важными казались. Так они были важными всегда. В смысле, казались. Все как раз наоборот. Я не уезжал. И прошлое для меня цвелось с настоящим. Тогда встань рядом. Рядом с тобой. Всегда. Да, вот так. А теперь минута молчания по-прошлому. За ручки взяться. Наши дерева. Наш тайный штаб. Так к нему привык, что перестал замечать. Ничуть не боялись свалиться. Хотя нам, мелким, казалось, что протяни руку и достанешь до неба. Или дуб вырос вместе с нами. Ветер забирался в крону, раскачивал ветви и нас вместе с ними. Дуб скрипел, как старые половицы, а мы воображали себя на вертолете. Алмаз упрямо твердил ветролет, сколько его не поправляли. Иногда я приходил один и тайком любовался Асей, когда она читала в пыльной тишине отцовского кабинета в бинокль, как настоящий пират. Правда, бинокль был театральным. Базу снаслали. Ну, что? На ковре вертолете мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки. Заберемся, ты с ума сошел? Упадешь, кости не соберешь. Уже как старый ведь 20+. Так славно было прыгать с парашютом в кучу листьев. Я штурман, вы с Артемом летчики. То один, то другой. Летчики, десант. На выпускной отец привез мне плеер из Москвы и кассет к нему. А коту Кристи я услышал позже. Детство, рай. Цитата, что ли? Как только шею не свернули, детей пьяниц Бог бережет. Хотя насчет пьяниц я уже не уверен. А помнишь летные очки? Артем из-за них так завидовал тебе. Сейчас спущу скупую мужскую слезу. Скажи, почему ты не уехал? Нравится работа на станции? Нравится, не нравится. Я хотел, чтобы детство не кончалось, чтобы оно за мной мчалось. Вот и остался. И я хочу. Пойдем на пруд? Пошли. А раньше он казался целым морем. На дубе летчики, а здесь мы были моряки и первооткрыватели. Пираты нишного пруда. Пруда, пруда. Блин. Еще строишь кораблики? Один дома стоит, никак не закончил. Каждый день, думаю, завтра. А много там работы? Может, запустим? Как в школе. Только без происшествий. И он ко дну пойдет. Много всякого случалось. Ты сам догадайся. Не понял. Анастасия. Так, пузырики собирать. Вот я ее убил. Я запускал с берега бумажные кораблики, а Тема с Асей валяли в лодке дурака и слишком ее раскачали. Лодка перевернулась. Я мигом ринулся в мутную воду и сломя голову поплыл к ним. Не успел вынырнуть Тема, как я уже был рядом. А Ася все не появлялась. Я набрал воздуха в грудь и нырнул. Когда на берегу Ася открыла глаза, последний из моих корабликов намок и затонул. Не зря я боялась воды. Мне всегда казалось, что в глубине, куда не проникает солнечный свет, скрываются морские чудища. Кальмары, змеи. Змеи. Кальмары. Так они безобидные, не чудища. Он так быстро спас ее и Артема. Жюльерн такой-то. Но я их не встретил, когда нырял за тобой. Вот ты смеешься, а я не понимаю, как тебе не было страшно. Некогда было бояться. Зато я паукол боюсь. Серьезно? Ты не рассказывал. Теперь же сказал. Потому и не рассказывал, что ты бы засмеялась. Думал, это стыдно для парня. Но я тоже боюсь пауков. У нас с тобой столько общего. Алмаз. Ему было семь или восемь. Завел паука. Точнее, паук завелся сам. Но алмаз его кормил. Мух ловил. Даже имя дал. Сейчас лопну от смеха. И тебя посадят. Не понял. Твоя очередь искать наши места. Это вот это вот интересное... Интересный... Маневр. Пауки, блин. Чего меня понесло про пауков? Чего мы только в нашем парке не творили. Всего не упомнишь. Какие пауки, блин. Не упомнишь? А ну-ка посмотрим. Блин. Могус. Упомнишь или не упомнишь? Чего-то я не упоминаю нигде. А, это назовно будет бегать теперь. Ну давай. Сейчас вокруг озера побегаем, посмотрим. Может быть, упомнишь. А, он что-то есть. Рыбалкой всех увлек монгол. Летом он не расставался с удочкой, и его кожа как-то незаметно приобретала бронзовый загар. Мы его звали вождь краснокожих. Монгол не обижался. Ася за компанию тоже ходила, но не рыбачила. Она до смерти боялась дождевых червей, и алмаз бегал за ней с протянутой рукой, зажав их между пальцев. Смертельный номер, кричал он. По воде сновали водомерки, над водой стрекозы с радужными крыльями. Тихий плеск и шелест листьев убаюкивали. Иногда кто-то из нас, сморенный солнцем, засыпал на мягкой траве. Пойманную рыбу мы скармливали кошкам. Ничего серьезного у нас не водилось. Столько времени утекло, а словно вчера все вместе из школы по домам расходились. Кстати, о времени. Который час? Наверное, часа четыре уже. Кошмар! Меня в НИИ потеряли! Кто? Кто потерял? Счастливый часов не наблюдает. Ничего толком не успели. У нас еще есть вечер. Проводишь до станции? А раз ты не дома у себя остаешься? А как же тетя Галя, ее юбилей? Я к папе на ночь. Когда я поступила, он вскоре сдал служебную квартиру и назад в Казань перебрался. Зачем? Это ведь ему каждый день к нам на работу мотаться. Папа на пенсию вышел. Сейчас только преподает. А тогда не смог остаться там, где все о маме напоминало. Дождался, пока я окончу школу и уехал. Значит, до вечера? А, погодим. В котором сейчас у меня возвращаться? Сотрудники потянутся домой, а ты ко мне, не ошибешься. Я тут рядом поображу. Ты приехал и сразу настроение такое. Только по парку и гулять. С ним так много всего связано. За день и не вспомнишь. Я попробую. Беги давай, а то сразу на станцию можно. Так, он еще одно место нашел. Два. Эту скамейку мы облюбовали уже подростками. Она стояла в стороне, сюда редко заглядывали прохожие. С собой мы непременно брали гитару. Алмаз неплохо играл, но вот голосом его природа обделила. Он это знал и пел нам назло. Мартовский кот и тот мелодичнее будет. Впечатление сглаживали Ася с Темой. Бывало, играли, пока на гитаре не останется всего три струны. При этом даже как-то умудрялись сохранять мелодию. Копец. Насколько можно инструмент насиловать было. Что ж, струны заканчивались. Ну еще чуть-чуть и можно, Касси. Сегодня рабочий день короткий, пятница. Хе, пятница. Весной талая вода собиралась в ручейки и подтачивала лед, стремясь на свободу. Мы строили суденышки из корлупа Горецкого Ореха, мачты из спички, парус из качка. Ну, это то, что поделал, да. Но главной деталью уже наша фантазия. Пристроившись на корточках возле ручья, мы видели, как наяву отважных мореплавателей, восходящих на борт корабля. И вот он уже устремлялся по бурной реке навстречу морю, за которым лежали неизведанные земли. Иногда корабль терпел крушение, не преодолев пороги, но многие все же выходили в плавание. Грецкий орех был. Сейчас, лекс. Положение солнца мне говорит, что пара кассе. Ага. Куда? В ней. Ага. В ней. Here we go. Да, ну вот, с коры. И с плотой. И... Перескоряем, да? Какой-то. Че-то сотрудники не тянутся. А вот тянутся. У меня прямо сюда заходится. Хотя... Где она? А, вот она. Прости, 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 застряла капуша. Долго стоишь. Я сам все время торможу. Ты так пришел. На поезд успеваем? Без меня не ведет. Все равно, там люди ждут, неудобно. Бежим, кто первый доворот? Мы хотим гулять, боишься. А когда-то один монгол тебя и обгонял. Ну, сама напросилась на старт. Внимание. Марш! Я выиграл. Вот зачем ты вот... Смотри, какая птичка! Где? Где? Не вижу. Форхедер не надо пускать. Фу, мне надоело! Беги давай, люди ждут. Я ногу подвернула! Ага, конечно. Расскажешь. Смотри, какая птичка! Да ладно, ты хочешь выиграть, я тебя понял. Совсем форму потерял на своей станции. Детский сад. Сам хотел, чтобы детство не кончалось. Кстати, вот еще местечко. Наши первые танцы. Лет 14 нам было. Ася кружилась в центре танцпола, в вихре разноцветных бликов. Зинаида, математичка и наш классный руководитель, объявила медленный танец. Я подпирал стену, сказал слова для Аси. И тема, как всегда, меня обставил. А я позвал другую одноклассницу. Она тоже робко переминалась с ноги на ногу. После я ее провожал. На прощание она на секунду прижалась к моим губам своими. Оба тут же смутились и поспешили по домам. Не то. Сразу говорит не то. А я знаю. Ты и Маша. Шо ты и Маша? Что? Что? Нам обоим был одинок. Я ее и пригласил. Я тебя хотел позвать, но... Не успел. Ты какой поцеловал, а мне даже не понравилось. Я тебя хотел позвать. Но... Пришлось воспользоваться запасным вариантом. Ты слишком много думаешь. Я? Несостоявшаяся танец. Как сложно даже в мелочи признаться. Давай признаемся. Знаю, но ничего не могу делать. Это все, что мне осталось. Так ведь о тебе. И что же ты думаешь? В двух словах? Я смертельно скучал. Это три слова. Неужели здесь никого не осталось? Я слышала алмаз в Казани? Да, мотается к маме. Меня заодно навещает. Еще монгол в милиции служит. Ведет оселый образ жизни. Несмотря на прозвище. Монгол? В милиции? А был шпана шпаной. Ну а ты? Знаешь что-то про наших ребят? Всех растеряла. Артема и то всего пару раз за универ встречала. Все, сюда. Ася пристел, а? Ася не встречалась с Темой. Так. План созрел. Опасно на проезжей части там. Ааа, те самые часы. Еще путаешь 7 вечера и 17? Нет. Мне нельзя. У меня поезд с 7 часов. Я тогда перед кино 2 часа под метелью стоял. Дебил. И весь фильм с соплями истекал. Никому смотреть не давал. Было красиво. Я и не смею. Я бы поклялся, что ты меня динамила. Стоял на зло. Думал, заболею и ум... Балда. Я с тобой никогда бы так не поступила. А первая часть плана тебе очень даже удалась. Зато... Вы каждый день ко мне. Никогда вам не был так рад. Даже сегодня? Еще сомневаюсь, что все наилу. Ну-ка, ущипни. Где ущипнуть? Выбирай. Я знаю место. Есть одно место. А можно... Как бы так сказать... А можно ты укусишь лучше? Слегка. Последняя наша прогулка перед отъездом Аси в столицу. Она захотела яблок в дорогу. Я готов был признаться в своих чувствах. В кармане лежал тетрадный лист с приготовленной речью, но... Ой, хорош. Поготовался. Ася выбрала желтые яблоки. Сладкие, но дорогие. Были дешевле. Зеленые и кислые. Я предложил их. Ася назвала меня мелочным. Ну, что правда, то правда. Я считал ее деньги, а мог угостить. Что, собственно, и сделал Тема. Я вообще был на нервах, а тут еще он. Словом, я вспылил и ушел по-английски. Да какой ушел? Убежал. Вечером Ася уехала, а мы даже не простились. Не простились и не простили друг друга. Очень плохо. Так нельзя поступать. Чего молчишь? Развлекай девушку. Я тебе клоун, что ли? Я вспомнил, как некрасиво мы расстались. Я до сих пор не извинился. Прости меня. И ты меня. За что? Я тоже хороша. Сначала злилась на тебя, ждала извинений. Дальше учеба засосала. Каждый день, завтра точно Мише позвоню. Ну, а потом просто стыдно стало за молчание. Годы молчания. Она хотела мне позвонить. Не обнадеживайся. Приезжала она лета к отцу? Зачем я, приезжала она лета к отцу? Да нет, это он ко мне приезжал. Я первый курс отучилась и давай работать. Теловая я не могу. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Хотела весело жить. Как говорил мой препод, студенческие годы лучшие годы в жизни студента. У отца просить неудобно и вот. Хотя какой из меня инженер? Не будем о грустном. Не будем, да. Согласен. Теперь-то мы уже друг друга не потеряем из-за. Опять же. Я дам тебе свой номер. После универа я комнаты сняла на окраине. Опа. А вот это мне такое надо. Еще пожалеешь об этом. Каждый день буду звонить. И часами на линии висеть. Как дела? Моя соседка выдернет шнур. Вот и все, чего ты добьешься. Да, тоже. Нехорошо поступить. Может. Ладно. Сжались на два. Буду через день звонить. Ну да, каждый день звонить это, блядь, куняк какая-то. Все равно нихера не происходит практически. Все одно и то же. Учеба, работа, работа, учеба. Че там? Поспал иногда. Частенько забегали сюда после уроков. Все карманные деньги здесь оставляли. Хотя не покушаешь, тоже редко бывает. Еще в кино ходили. Все. Все, все. Не знаю, почему кот зеленый. Что будет, если он перейдет тебе дорогу? Спросить в кафе не решаюсь. Нет, ну кто видел зеленого кота? А я видел. Пышки с пылышей. Черт, это нечто. Кофе со сгущенкой. Мороженое с шоколадным сиропом. Чего тут только не было. Асюкер. Асюкер. Как-то раз кафе оказалось закрытой, и мы купили эскимо в палатке. Ася даже до дома не дотерпела. И вот она уминает его на морозе. Вокруг слепит глаза свежий снег, а день кажется еще более солнечным от ее звонкого смеха и... Мороженое теплое, ведь, получается, на улице-то холоднее, а минус 20-25 в морозже. О, кафе на месте. Хоть что-то в мире неизменно. А мороженое, ну, градусов минус... Скол, ну, 18 точно будет. Угу. Все так же душу заиски могут его продать? Гулять? Так, гулять. Пошли угощаю. Отрабатываешь яблоки? Да. Я думал, мы заменят у тебя. Прости, глупо пошутила. Увы, я не Чарли Чаплин. Так, что значит, как-то неловко. Я большая девочка, а ты платишь за меня. Ничего страшного. Угощаю. Чё, не пойдем в кафе? Ну ладно, тогда на станцию. О, я все думала, чего не хватает? Какая осень без дождя? Обожаю осень. Может, в коте все же спрячемся? Подойди. Хочу послушать, как капли по зонтику стучат. Так, куда ты уходишь? Ай, как уютно. Хоть стихи зачинять. Не буду. Из-под зонтику только не выходи. Век бы так шла. Как, вот так? Смотри, куда? Еба, ракета полетела. Блядь. Ебу. Ой, блядь. Куда? 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 Я здесь. Ну почему станция так близко? Может, под коковару пойдем? Почитаю. Тут поезд ездит иногда. Как в школе? Страшно. Дети? Взялись за руки. Разве тебе не на работу? На робот там? На неделю. Возьми зонс, своего нет. Тебе нужнее. В Казани даже не обещали. Верить прогнозам погоды все равно, что у Деда Мороза. Ну, папе со станции позвонил, заберет на машине. Не пропаду. Идем? Иди, я еще на его попу стою. Спасибо тебе за этот день. Увидимся внутри. Так, так, так. Так, так. Опа. Опачки. Поцеловал. Поцеловала. Да. Нет. В щеку. Ну и что? Ну, это, подожди. А куда тебя в губы целовать или что? Ничего, так сюрприз. Он что-то значит? А вдруг она ждет от меня действий? Никаких эмоций. Держим их при себе. А то все испорчу. Еще бы знак, чтобы знать наверняка. Целая неделя с Асей. Весь город обойдем. Все наши места. И друг другу надо идти. Четверть века ушло у них, чтобы найти друг друга. Они были разлучены в раннем детстве, когда их родители погибли в автокатастрофе. Обоих поначалу забрали в детский дом. Но одному из братьев неволе пришлось крайне не по душе, и он сбежал. Второй отказался. Кстати, удивительный факт. Будучи близнецами, они появились на свет в разные дни. С разницей в четверть часа один из них успел родиться до полоночи, а другой сразу после. Отсюда, видимо, различия в характерах и судьбе. Обигеть. Всего четыре часа разница. Одному повезло, другому нет. Жаско. Че, сука, за месяц-то такой, а? Че, увезли все. Смерть на Колыму. Просто новость дня какая-то. Город маленький. Дни похожи. Тоска смертная. Чуть что, слухи мигом разлетаются. Это шумолочь прям. А Петя дома? Его съели. Вот и Маша волнуется. Одноклассник ведь. Его в привык увезли. Боюсь, в школе он пока не появится. Привет, передавайте. Да мы и сами его навестим. Да, Маша. Конечно. Пропусков порядки можете. Так, Ситникова Надежда. Вот так вот, вот так вот. Уважаемые пассажиры, на первый пулс прибывает пассажирский поезд номер... Ты мой номер знаешь? Эээ... Нет. Московский. Казанский пока. А московский? А московский? Не волнуйся ты так. Обещала, значит, дам. А, ну да. А казанский тоже пригодится. Как это не выйдешь? Не ехать же тебе, а я захвачу. Ладно, диктуй. Ася, казань. Не забывай. До завтра. Хорошо тебе добраться. Здорово, Мишань. Смотрю, ты деваху подцепил. Смотри, не подкачай, а то я знаю тебя. Будешь мяться, как в школе. Заебут. И в игре тоже такие идиоты есть. О, с такой поддержкой я не подведу. Обращайся, если что. Научу, как с девчонками надо. У меня богатый опыт, ты знаешь. Если что, Мишанка, к Сереге обращайся, подскажет. Я не хочу, как у тебя. Каждый день по девушке. А кто про это говорит? У меня, если хочешь знать, теперь тоже постоянно. Яду вам предложение делать. Кольцо показать. Да. А ну. А насчет моей помощи, подумай. Хорошенько подумай. Миш, подумай. Ну, в самом деле, человек помощь придадает. А вот и я уже обратно. Опять ты? Взяли. В понедельник приступаю. Кого взяли? Подожди. Кого? Кого? Просто так... Ну, так говорят. Взяли, да? Как будто какого-то преступника берут. Взяли. Ладно. Поздравляю. Congratulations. Блин, капец. Народ не убывает. Чё за п? Опять ты. Тоже уже была. Странно. Он не драколит, а просто записывает. Я бы про драколи убрал. Закроешь за меня станцию? А не вопрос, почему бы и не... Да шучу я. Топай домой. Ну и шуточки, однако. Не играть тебе в КВН. Сейчас было обидно. На обиженных воду возят. Блин. Диалог такой... Странный. Давай маме позвоним. Да-да, это я. Я здесь. Привет, мам, как дела? Как день, прошу? Что мне может быть интересно? После работы сумку отдала в ремонт. Прогулялась до дома по парку. Зашла в магазин, продукты купила. Ну, хор... Уже новости. Телевизор смотрю. Такая чушь по всем каналам. Глаза бы мои не видели. Это правда. Мишку почитаю. Ты просто так звонишь? Соседа Витя забрал монгол. Ася приехала. Весело живешь. Чем еще порадуешь? Тетю Галю встретил завтра юбилей. Ты помнишь? Хорошо, что помнишь ты. С ней сегодня некрасиво вышло. Подожди, в смысле... Я ей помог. Что такое? Убедительно просим... А, у тети Гали по опуску стек. Я пускать ее не хотел, но пусти. Я не поняла. В итоге что? Ну, как я тетю Галю откажу? Тогда что переживаешь? Глупый ты у меня. Блин, глупый. Надеюсь, ничего больше не натворил? Я только проведать тебя хотел. Я вижу, ты жива здорово. Этого мне хватит. Спокойной ночи. И тебе. Утро вечера мудрений. А, как... Это громко. Так, отец. Ну, Лен, мы ведь договорились обо всем. А кто такая Лена? А, это ты сын. Как жизнь? Скажи, почему ты женился на маме? Ты женился почему-то. Вот это ты меня озадачил. Откуда такие вопросы? Встретил, что ли, кого? Ну, как встретил? Ты не ответил. И про Лену, кстати, тоже. Почему? Она была красивая, веселая. И все? Красивых и веселых много. Почему именно она? С ней мы уже гуляли. А новую искать? Зачем, если будет то же самое? Ладно. Разве не нашел ты какую-то Лену? Вот прицепился. Лена парикмахер. На стрижку я записался. На интимную, да? Не сказал на какое, на интимную по-любому. Красивая, веселая. Надолго этого не хватит. Ты же понимал. Или не поэтому развелся? Сын, чего ты от меня хочешь? Допрос. Я не хочу, как у тебя. Разве ты не вспоминаешь с теплотой, как у вас начиналось? Разве это не перевесит все ссоры? Не знаю, что с тобой приключилось, но ты сам не свой. Иди-ка ты спать. Пьяный, что ли? Пожалуй, ты прав. Амогус. При обнаружении подозрительных предметов или бесконечных вещей. Алло, говорите? Алло, да. Вечер добрый. Владлен Алексеевич. Это Миша, одноклассник Ася. А, Миша. Давно вас не слышал. Как поживаете? Не жалуюсь, как вы. Слава богу. Вы, наверное, Асе звоните. А на мне номер дала, да. Ее еще нет. Наберите нас позже. Спасибо. Всего хорошего, Владлен Алексеевич. И вам, Миша, и вам. Владлен, Владлен, бля. Бля, тебе в полицейский участок звонил. Алло, сбрось, нахуй. Бля. Решпровод. Уважаемые пассажиры. С первого пути отправляется пассажирский... Владлен. Что за день? Поделиться бы с кем. А то не усну. Ну, с кем? С кем? С Владленом. Что я могу дать Асе? Она уедет, а я останусь. Тогда зачем это все? Блин, сложно тебе вопросы задаешь. Это меня ждут. Мишка! Алмаз. Ебаный сыр. На такси. Кому пыль в глаза пускаешь, Алмаз? Тебе, например. Привет, дружище. И без того есть город в курсе. Что ты богема? Че такой хмурый? Ася приехал? Так радуйся, дурень. Или ты из Артема? Он еще не приехал, а ты нос повесил. Да много всего. Голова сейчас лопнет. Давай в машину, расскажешь по пути. А то стоим под дождем. Жесть, на такси. Блин, в те времена такси... Блин. Наверное, дорого стоило такси-то. Дай сначала сам разберусь. Как знаешь, я мокнуть не намерен. Мое дело предложить, твое отказаться. Бывай. Только не алмаз. Салмаза не стоит обася. Еще Теме проболтается. Теме проболтается. Боится на Артема какого-то. Дайте мне точку опоры, и я на ней усну. Сейчас ляжешь, и полезет всякое в голову. Городок, конечно, маленький, но есть где нагулять еще усталость. Чтобы уж точно мигом отрубиться. Да, 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 точно, точно. Ой. Так, мне надо идти... О. Черт. Откуда? Рынок. Ну, ладно. Так, это значит, вот здесь вот гуляли. Опа, здорово. Че такое? Стоять, ваши документы. Твою мать. Монгол, ты че, не узнал? Шучу. Испугался? Витя память отшибла. Дети остались одни. А он шутит. Миш, с моей работой без этого никак. Грубить зачем? Устал страшно, невыносимо, смертельно устал. Пора домой. Вот и хорошо. Спать, спать, спать. А завтра снова в бой. У меня профессия мирная. Доброй ночи. Так, кстати, а куда? Витя. Где дом? Где мой дом? Так, это зеленый ход. И зеленый ход. Опа. Мой дом там. Блин, конечно, здесь дороги оставляют желать лучшего. Трещины прям посреди. И очень много. Ты кто? Артем какой-нибудь. Покойный муж тети Гали на субботнике воткнул перед домом чахлый саженец Игорь. Она его пережила. Два пункта из трех он выполнил, только дом не построил. У меня был свой опыт в садоводстве. Под нашим домом я подобрал желудь и посадил в горшок. И какое-то время спустя на свет пробился росток, но его сгубил мой уход. Точнее, почти полное его отсутствие. Ничего страшного. Так кто это? Ну и погодка. Скорей домой, чай, телевизор и спать. И спать. Илья Бледмидт просто на расхват. Чуть ли не каждого второго здесь озвучил. Ну, все, смена, получается, кончила. Кончилась. Симулятор жизни. Блин. Дима, квартира. Поздно уже, все спать ложатся. Что и будет тревожить. Ой. А не знаю, какую скорують. А я в этот дом пришел. Что тут еще есть? Алло. Алло. Ну, вроде когда дом. Ну, написано на доме, что это дом. А мне куда надо? В дом, наверное. Блин. Блин. Холодно. Беспокойно. Видя, конечно, сосед тот еще. Но скучать не давал. Тихо как-то без него. Даже не верится. Блин. Зачем я на третий поехал? У меня квартира на первом. Ой. Не признал. Так, ну-ка, можно позвонить Аси-то? Монгол. Монголу позвонить можно. Миш, ты? Я не поздно. А еще номер брать не хотел. Вот только порог переступила. Как забралась? Не промахла? Сбылся прогноз. А ты не верил? Самого не затопила? Живой. Алмаза встретил. Представляешь, прикатил к нам на такси. Правда? Алмаз, алмаз. Не поверишь. Поскорей бы всех увидеть. Уже завтра. Чем раньше ляжем, тем быстрее наступит. Намек понял. Отсыпайся, сегодня был насыщенный день. Я ничего такого не имела в виду. Не понял. Нет, не правда. Я тебя уже замучил сегодня. Доброй ночи. И тебе приятных снов. Как там, Монгол приехал, да? Монгол на проводе. Официально. Угадай, кто к нам сегодня приехал? Президент? Хотя не, тогда бы я знал. Ася? Мне за тебя волноваться? А как думаешь, у меня кто-то есть? Только не вздумай ее спрашивать. Даже если есть с тобой, она должна о нем забыть. А ты хорош. У тебя все? Да, облегчил немножко. Думал не уснул. Ну ты уж постарайся. Давай на боковую. Да. Монгол пикап мастер. Ну, точнее, советчик тот. Хороший. Потрясающе. Ну, раз не соберешь, сожги его нахер. Не доставайся ты уж никому. Да, конечно, жалко труд, но... Ну, чтобы, так сказать... Не надоедал. И спать. Время, вставать пора. Ты че спишь? Доброе утро. Сегодня снова увижу Асю. Никогда с такой охотой на работу не собирался. Жесть, ты, конечно, чел. Как самка заставляет идти на работу. Ты не поверишь. Ну, точнее, не сам... Не это. Самка пробудила его... Его мотивацию пробудила. Сейчас побежит, смотри. Ракета пошла. Блин, я уже местность начал запоминать. Опять. Хорошо или плохо, это я не знаю. Уважаемые пассажиры, перед выходом в город, убедительно просим вас заявить пилеты и разрешить вам нет регистрационное окно номера 1. Ты сможешь принять пассажиров? Я в тебя верю. Ладно. Блин. Вот когда вот такой день начинается, да, прям потрясный, найдется падла какая-нибудь, чтобы испортила тебе его. Мне кажется, сейчас так будет. Опять ты? Блядь. Все дни те же. Народу нету, что ли, в деревне, в этой. Глазам своим не верю. Мама не шутила. Артем. Ну, для начала привет, чучела. Как-то раз по телефону обронила, что ты сюда устроился. Ты ведь не глупый, тебе здесь не место. Блин. Да. Как мне с ним поступить? Вот интерес кости мне перемывать. Не будем тыкать пальцем. Давай мои перемоем. Мне нечего скрывать. Служу музик Лео. Кандидатскую пишу. Музик Лео? Кто? Что это? Что за тема? Промышленного шпионажа во Второй мировой. Так. Серьезно? Давай тут скорее. Покажу, как собирать в поле материал. Найдем наши детские снимки. Помнится, у многих остались. Жду на воздухе. Ты любишь? Что такое? Мысль. Мысль пролетела перед глазами. Страшно, да? А это была мысль. Опять Глеб. Глеб, иди. У тебя выходной сегодня. Зачем приехал? Блин, кто-то еще пришел. Ё-моё. А это снова я. Здорово. Сейчас признаюсь страшным. Я не придумал тете Гале подарок. Эх ты. Тетя Галя тебя загрызет. Блин. Вот вообще не смешно. Испугался? А я пошутила. Тетя Галя никого не звала. Наверняка даже наш визит ее порадует. Или наоборот. Почему она никого не звала? Ну все. Заморочился. Пойдем и ни о чем не думай. Может еще спрятишься дома под кроватью. Блин, сейчас она меня зовет на улицу. Я тоже. Или на праздник. Неважно. Сейчас еще Артем будет. Ой, не, не надо. Давай через другой выход выйдем. Снаружи Тема ждет. Спасешь меня? Относись к нему легче. Он, конечно, умник. Зато столько поводов для шуток. Я тоже должна. Макаров Федор. Федор, привет. Как дела? Вот ты заруинил меня серию. Все, люди закончились. Хорошо или плохо? Пассажиры, просим вас находиться на безопасном расстоянии от края платформы. Так, какой выход? Какой вход? Уважаемые пассажиры. С первого пути А, я так и знал. Пассажирский поезд номер 423 наказать. Просьба отойти от края платформы. Нельзя с ним поговорить, хотя отмечаются. Ну, здорово. Как же я рада видеть всех вместе. Еще не всех. Не хватает алмаза с мангулом. В колонну потом установить, скрете в Галле шагом марш. Не будь занудой. Девушки таких не любят. Ахи. А меня? Меня ты любишь, Асенька? Уважаемые пассажиры. Больше всех себя любишь ты сам. Не, не боюсь. Скажи лучше, зачем тебе фотографии? Маме в подарок. Составим альбом. А если не выйдет, у тебя есть запасной вариант? Конечно, выйдет. Ты потому и прозябаешь на станции. Не надо бояться, надо делать. Ну, Миша в чем-то прав. Столько лет прошло. Снимки могли потеряться, порваться, испачкаться. Не сфоткаться. Что вы на меня накинулись? Все будет хорошо, вот увидите. А еще на них нет теть Галли. Главное не подарок, а внимание, слыхал? Мама всю душу в нас вложила. Наше детство не менее важно и для нее. Конечно, она будет рада такому альбому. Тетя Галя, тетя Галя, тетя Галя загрызет тебя за такое... А теперь вперед. С дяди Коли начнем. А, прикольный дед. Мы на автобусе? Супер. Осторожно, двери закрываются. И опять Илья, блядный, здесь. Капец, он вообще... Блин, и тут, и там подрабатывает. И милиционерам, и охранникам, и водителям, и дядей Витей. Черт, вообще всем. Ми. Не понял. Старая, добрая лужа. Она сопровождала нас все детство. Сопровождает и сейчас. И внезапно за нее начал упорачивать. Мы даже имя ей дали, помните? Николаевская, в честь дядь Коли. Николаевская. И на каждой карте ее отмечали. Без лужи карта нам казалась неполной. А потом по шее получали за вандализм. Миша даже тут кораблики пускал. Ему только волю дай. Весной сюда стекала талая вода, летом и осенью дождевая. Она никогда не пересыхала, только зимой промерзала до дна. Еще она быстро зацветала. А лягушки разводили в ней головастиков. А мы гадали, заведется ли в ней динозавр. Тем не менее, босиком ходить никто не брезговал. Даже Ася, которая боялась воды и червяков. Вы только спорить были гораздо, кому меня нести. Дела от вас не дождешься. Натуре. А ведь оловка не придумали. Чтобы не нести ее. О, так и знал, что вы здесь. Это кто, мэр какой-то? О, какие люди. С чем пожаловали? Даже не спросите, как у нас дела? Охота похвастать, что теперь москвич? Ну, валяй. Коль, что ты на них накинулся в саму жизнь? Председатель. Это уж не те карапузы. Да и тогда, ну, по машине ползали, одежды и полировали. В одежде полировали. Полировали. Как же. Царапали они ее, вот что. Ну, давайте, чего вам? Машину клянчить пришли? Не, зачем она? Дядь Коль, у вас никакие фотографии с нами не сохранилось? Вы нас как-то запечатлели. Мы еще в вашем гараже прибирались. Где сейчас снимок? Ты хотел сказать, дурака валяли. Не важно. От вещдоков избавляемся. Делай стекло со сроком давности. Не докажешь. В гараже поройтесь. В каком-то из ящиков вроде валяется. Ясно. Там ящиков целый гараж. Сейчас на металлолом все тут вынесем. Будет супер. Супер. Коль велосипед. Никогда же не поедет. У меня ничего. Алло. Миша. Миша. Пусто. Миша. Заебал, блядь. Пиздец. Залип. Почти все ящики пусты. Что там за богатство под столом? На тумбе какая-то книга. Какой-то хлам с часами. Старый телефон. Только и всего. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Вот книжка какая-то есть. Между страницами пусто. Тряси, не тряси. Окей. Что там за богатство под столом? Под каким столом? Коробка с инструментами. Фотографии тут и не пахнет. Топоры есть, надо? Нашли? Не там ничего. Может, вы карточку домой унесли? Я что, совсем по-вашему? На кой черт мне квартиру захламлять? Где сделал самый бросил? Глаза разуйте, еще разок пройдитесь. Если это хлам, может, снимок на свалке давно? Слушай, умник. Я сказал, в гараже. Значит, в гараже. Монажем машинам. Нам по всему городу мотаться, а либо он собирать. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. К работе наплевательски относишься, пересослуживцы в меня позоришь, а тебе машину. Кто тебя на станцию устроил? Да шо я натворил-то? Ты мне тут невинность не строй. Пустил галю с просроченным пропуском. Да-да, я все слышал. И все. тихо коль тихо нервные клетки не восстанавливаются восстанавливается сейчас угнать машину медленно но восстанавливается осенька от кого я это слышу вы уедете мне еще с ним жить не хочешь как хочешь без тебя справимся монгола хоть предупредить зачем милиции снова даже кстати у него тоже снимок помнится был так не пойдет либо вместе едем либо никто никто не бросим он сам отказался артем пошел нахуй дядь коль мы к вам один аиды григорьевны она просила чтобы вы зашли чего я ищу я же сказал скатаю ее за покупками она знала что вы скажете что-то такое и все равно просила зайти и сидится ей ехать только завтра она колготится скорее в машину вы совсем страх потери будет ему уроком ждем я не понял ты завтра хочешь ехать если хочешь дай машиной спокойно заняться раз-два-три я из ума выжил а может ты или скажешь меня не звала куда стоять гаденыши деду в жару дал смотри как побежал у меня любят чтобы разбились дед куда-то бежишь колени тюрьма по вам плачет пиздец гулять не могу поверить мы в машине дяди коле из чужого сада яблоки всегда слаще теперь умереть страшно старичок ты наш умирать он собрался тогда через неделю решаем а он все в тюрьму нахуй стим миша за руль может ворчать перестанет не надо потом после монгола сейчас тормозить пересаживаться дайте погонять само на ходу махнуть не стали о не надо даже нас там и не надо и более хотелось сейчас вообще высажу ну и сразу же еще как высажу давайте лишь лишь ничья как скажешь и твое слово закон ух ты кваджи фотка в бардачке лежала а дядя коля хорош сказал гаража начал гаража как мы конючили чтобы дядя коля дал нам покататься кстати он все все фотку можно посмотреть и здесь здесь нам разрешалось лишь погудеть для дяди коля это уже широкий жест понимаю тех кто красил забор тому сойеру помыть машину это было счастьем кому как артем предпочитал рыться в старых советских журналах прирожденный историк ничего не скажешь да вален кстати где они сейчас не уж ты на свалке и дядя коля скопи дом местный плюшкин куда это прикрепить вот сюда только есть мне даже стонились у ее 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 ой 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 капец куда это крепить и ман ну допустим есть дураки вы были он на вас всю работу свалит а вы и рады и все равно остался недоволен вот даже снял и носом тыкал потом бездельники мол сырла я но конструктор конечно жесть супер супер сыр я болея а вот это то куда теперь до этого все было просто как бы ладно тема ладно алмаз но миша вкалывал как проклятый вот когда реально не веришь вот тебе от ася подтвердит так вот и вот это куда ткнуть и с этой стороны тоже никуда не пойдет вот если вот сюда да вот сюда вот подходит и все же она того стоило победа была в наших глазах вершины технического прогресса чуть ли не звездолетом я мечтал что вырасту и такую же куплю всю россию объеду а за границы тогда никто даже помыслить не мог зачем она тебе первым делом ты намеревался на байкал заваливал нас фактами о нем ходячий энциклопедия просто а где миша актов артем дядя коля наверно с книжкой . карта есть у меня еще есть карта ой сколько кусков гаражи блин он несколько лет живет в городе а карта только сейчас понемножечку дополняется как-то нелогичном валетит же нам артемия миша точно ничего себе то годами ни слуху ни духу то все сразу вот так вот а придешь сегодня к маме обижаешь сомневаешься во мне что ли а это кто уголовник и секунду не в бумажнике а вот устроит носил карточку в кошельке как это мило будешь смеяться назад заберу у вас все да чё там святей что такое дело мы у дяди коли машину удали проучить решили не удивляйся если что мы вернем совсем он вас достал я смотрю что то еще как дела святей с ним проблемы да память отшибла сегодня в область отвезли на лечение а там какая-то зараза из кулапы все в масках рак нас даже внутрь не пустили мы ведь у честно говоря даже отдавать не хотели но не тут то было с руками оторвали корона да странная история вроде все перетерли спасибо за фоном мы пойдем стоять мне к вам тоже задание видали обалдует их надо в приют а у меня времени в обрез и чё же делали они сбежали и давай куролесить окно разбили и на рынке поживились не могли их просто отпустишь ну на первый раз да но тут авантюра аси в тихому мути черти водятся малолетние преступники он был добрая душа другой бы упивался своей властью или наоборот сам был шпаной а теперь шпания потакает 1 кстати у зинаиды тоже может что-то найтись для альбома предупреждаю а подожди предупреждаю ваши вопросы ася и тема да она больше не в школе на повышение пошла и теперь директор приюта пазлы сагадки загадки пазлы пазлы и загадки которые не подходят а не подходят с сухого 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 дня у меня там в общении как нищим слепить оля сложно я не знаю куда ткнуть так чтобы было без съезда последствий хорошо было с монголом дружить пошла угодно наваляет вся шпана на стороной обходила он сам был шпаной и бокс ему помогал сам был шпаной вот откуда теперь закрепить без проблем голый был талант так это в спорте в любом добивался успеха можно по изображению догадаться где она должна быть стоять назад часть она показывает это здесь вода вот она здесь не в любом кроме шахмат он и 5 минут на месте усидеть не мог до сих пор завидуешь а тогда еле уломали тебя сняться вместе со всеми каждому свое из монгола никогда бы не вышел ученый это алмаз меня разозлил зачем он лепнул что скорее в космос полетит чем я спортом займусь мне кажется вкус вас не полетел любом случае зато ты бегать стал с монголом по утрам ну правда хватило тебя всего на неделю мне после тренировок казалось что вот она смерть моя тошнила голова кружилась перед глазами рябь головка кружилась рыба не но вот сюда кстати я не только бегал на турнике тоже висел по словам монгола как сарделька республиканские соревнования послали был бы сейчас каким-нибудь чемпионом мира если бы не та драка хорош а потягивается забыл заступился за девчонку один против троих а повязали его даже оргкомитет оказался бессилен даже тренировки бросил от обиды шпана шпаной а благородство монголу не занимать судьба да у него не лёгкая я могу сэм мы их машину на роботу сколько машина теперь сломается сейчас уже там чё-то чинил ей ну выкладывайте чего вам на месте не сидится вас там кормят крышу дают над головой да сама там поживи доска смешно еще зимка резинка это вот петел к не промах неплохо это я с виду милая а могу и за уши оттаскать и укусить до зинаиды жизни сахар чего от нее дядя коля не уйдет а куда мы идти то так он уже ушел машине мало же здесь изменилось мне как историку здесь скучно вам вчера ребят привозили пить и катя а девчонки характер крутой хотели прижать нифига а пацан размазня не трогайте и мы так тяжело поддержите лучше а нам что за это будет без бы не получите лучше спросите что вам будет если станете и доставать нет мы так не играем такая никто в игре не играет и если и все и все и все куда это всунуть блин кажется вот сюда да убежали главное втроем моих бруселя типа должны видеть сопровождать зинаида ну какая встреча без классного руководителя вот и заглянули к вам ну признавайтесь чем живете ну чем чем и все разве все расскажешь поступила отучилась стала инженером работаю не зря я тебя по интегралом гоняла по интегралом если бы только по ним над и артемий поступил отучился стал историком работаю и зинаида григорьевна если честно у нас к вам дело а я чуяла что здесь что-то неладно у вас фотографии с нами найдутся эти гали альбом собираем у нее же день рождения сейчас взгляну она и это мы вам тут кое-кого привели вижу бандитов на их где вы их нашли мангола где нашли там и больше нет мангола где же еще им быть как я сама не догадалась действительно больше не задерживаю я за фотографии доставляю вас за старших надеюсь к моему возвращению здесь еще кто-то останется вас много с дюжиной детей должны справиться сейчас личину создадут жару кстати где здесь наверное катя и и петя и патя и петя нету кати они где это все стоять и смотреть я-то думал надо дать и глазом маркет не успеешь как здесь начнется хаос да не пойду надеюсь так и будет дальше надеюсь зинаида просто пугала а эта идея может детям страшилку расскажем сейчас нету она нужна ночь костюм мать пизда могло обойтись просто не повезло а могу со фишечки устал братец чего стоишь помогай гонялки ну и дети пошли кто не обрятался я не виноват сейчас от рейска готовлю моя взяла засекли но да ты еще был сыграем в догонялки в поле выискал я вам убегу всем стоять бояться а а как понять что все еще то еще приспорить сейчас я вас затискаю а ну-ка как их отлавливать ладно хоть разомнось втроем их отлавливать надо сейчас мы покружим ну берегитесь разбойники а теперь за мной в себе вот для их на площадку надо вернуть всего-то сыграем в догонялки я-то думал тюблин я могу не ждали спалился сашка дурак сашка дурак нормальный саня от убийства чё пускай не короче там стоят и сейчас соло все сделаю это кто тут у нас теперь вы прячьтесь валим блин ты серьезно нельзя больше четырех вести кто-нибудь я еще третьим глазом на затылке не обзавелся я вам убегу я горячо сте убегу с дубины бежит куда так нечестно стоять стоять кто не спрятался я не виноват дети все давайте назад давай на санглари выйдет вот еще кто-то убежал двоем чебураторы там он и его это никого и нет вот здесь двое точнее трое нет еще двое должно быть заставили вы меня побегать один съебался сыпьем стоять боятся кто здесь самый шустрый сначала дети разбегались теперь мы давайте хоть минуту спокойно постоим а праги поди сейчас постоим надо леченусов собрать всех а вот я так давай еще зайдем засекли тварь и пошли кто ну попробуй побеги так всем стоять боятся сейчас я вас затискаю который пока дна штука и еще две штуки без одна штука хоть разомнусь куда так всем стоять боятся да да конечно вообще на дерево залезу другое дело было все норм а вот кати пить вот все что нашла уже немало с тем что мы набрали можно смело выдвигаться к маме три фотографии очень помогли но опять искать и я сказала что ты тут и они захотели увидеться приятно слышать за фотографию спасибо как блин отстрелялись выпускные экзамены позади вступительные впереди и у нас есть небольшая передышка как говорится ли это это маленькая жизнь как вспомню за что четверку по истории схлопотал до сих пор на стенку лезу не напоминай медаль упустил а медаль мне бы ой как пригодилась при поступлении горе от ума в чистом виде сам напросил школе не думал вот приспичи поразить комиссию широтой познаний инициатива и хибет инициатора утешай себя мысль что и я себе дураком выставил когда фонтан рухнул буртик был скользким а ты пьяным пить мы тогда еще не умели тем более бормотом уху и потом на твоей судьбе фиаско никак не сказалось действительно никак не сказалось может я бы уже давно на оси женился ради нее ведь все затевалось в понял да а если бы на руках по бортику прошел монгол то женился бы он а если он не хотел жениться кто его спрашивает да вот в том-то и дело что никто сердечко сердечко ты не женился бы монголу нравилось варе с которой ты на выпускной пришел я за рулем блин это плохо я значит они на заднем сиденье на такого газу и брат что ты как девочка зря я тебя торопишься ты куда торопишься матери еще нужен слышали звук какой-то нехороший потом все при вот разогнался нас убьет если здесь бросим нам точно крышка надо на место поезд не успею а нам ощупь тети гали вы можете потом без меня не так быстро глядите алмаз алмаз да я думал кто-то какой-то кассир и сын-то что здесь декольной машиной и кстати чего это вы на ней неважно заливая больше угнали они но раз заливая держи фотку вы вообще откуда и куда откуда он за парфор колесили по альбомным делам а сейчас с корабля на бал ты с нами не догадались раньше тебе приходит ничего я все равно маме на кухне помогал твой артистизм не знает границ кулинарию подался завидую молча и помоги выбрать цветы убери желтый не прогадаешь забыл какие мама любит забыл каким облип ничего я не забыл и какие все ли равно дарить из года в год одни и те же сам понимаешь может и риса вот эти сиреневые твоя мама любит отцел одевается так решено беру и пойдем ас ты загляденье ясно как скажешь иногда загляденье на загляденье тема дай фото поглядись а то загробастал понимаешь что там хоть хотят и гальте на фотографиях нет но этот конечно прошу лето после средней школы мы только-только сдали экзамены и тетя галя вывела нас на пикник за забор у тебя сильно сколько же комарья тогда было только костер и спасал а потом я два дня дымом пахло тебя еще ума здразнил какой интересный парфюм запомнили грибов сколько было рыжики белые подосиновики красота профессионал по грибам куда бы это прилепить перепутал бледную поганку с шампиньоном что тема тоже едва живым ушел топором себя по ноге рубануть хорошо сапог защитил оделся легкой царапиной мальчишки мальчишки вечно кому-то что-то доказываете монгол ведь вызвался дров наколоть а тема топор в руках никогда не держал вот-вот он побледнел как полотно раньше думал что в книгах нагнетают а еще что в таких случаях орут как резаны а тема застыл и язык проглотил побледнел в кровь и вышел сразу вытекла кровь покинула чат на кровь ввели санкции костер не мог разжечь а если к тебе с советами лезла учила из дров шалашик строить а ты что хотел хранить очаг это женское дело нам ли не знать как огонь разводить мышцы тигали за еду отвечали без вас мы конечно умерли бы с голоду сосиски на прутиках мы прекрасно жарили сами сосиски на прутиках вот и вся фотокарточка алмаз тема миша и ася а тети галли нету бог водит это а по иди вот один кто-то монгол ну да 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 артем с ногой последний штрих остался день рождения ася ну что миш снимок в студию разве он у меня я думал он тебе так дорог ребят может миша оставим остальные расстались и живы так негативы же есть я потом еще напечатаю что с вами поделаешь будет исполнен вперед брат одна нога тут другая там а то жди тебя блин а то которая стоит на зеркале вперед алмаз слышал что делать он тебя имел в виду пошутить уже нельзя бегу я бегу жаль свое фото отдавать но подарок и должен быть таким чтобы от сердца отрывать было больно что ж пошли домой за ним пойдем че-то вообще как-то грустно стало блин вообще трагедия тоска такая происходит так рынок потом поворот все я запомнил потом прямо ищешь ну щас ракета пошла по тротуару давай just in case блин а дальше куда а кофе прямо погнали будет прямо ведь да конечно прямо блин а тут так у той и о май герой по настрой от домов ё-моё куда пришли ну ну у у у у у мануал ты чё ты делаешь потерял сейчас подойдут кстати странно меня одного сюда могли бы все вместе пойти и ведь реально эти логично это шутер странная конечно тень типа здесь много решеточек всякуда а в стене всего лишь одно окно и одно пересечение оба уже здесь нашел да вот фото куда алмаза или цветы поставить чтобы не завяли могу дядя коля насчет машин не обращался жена праздник не испортим можем идти вперед да лучшее поздравление в том году конечно было от темы с днем рождения старушка зато запомнилась от имя мой лучший месяц в году продолжай дальше в нем рождаться что-то такое пожеланиями и надписями алмаза на плакате у миши я только с рисунком просил помочь блять но вы конечно ребята даете пенковые щеки я я балдею твой почерк тоже узнается море корабль предатель в предатель другого слова не найду нет чтобы родному брату подсказать подарок твоя записная книжка мне тоже очень понравилась я в ней потом дневник вела супер-супер а вот подарок монголы погиб на месте что такое как-то супер записная твою мать книжка супер это я глупая торт на стул поставила а да окей алмаз мог и взглянуть куда садиться поплатился своим пижонским нарядом зато букет монгола уцелел никто никогда мне больше маки не дарил но могу конечно выдал это алмаз на чет они все грустные вот только в веселый алмаз так как ухмыляется злостно и ася вася алмаз улыбаются монгол понятно так торт убила обидно стало отчет нише то еще такой грустный не пусть и четвером не влезем я по лестнице заодно вес сброшу а то форму теряю еще застрянем вообще будет класс спортивные замашки монгола никуда не пропали я погляжу так это же хорошо а я не говорю что плохо просто отметил чё-то не этого монгол ничья а вот чё на третий этаж на 15 день рождения сколько вас даже не ожидала у нас много да ладно вам раньше полгорода собиралась развиваться не день рождения сегодня к себе праздник теперь год от года старость все ближе ну не варить так для нас вы ничуть не изменились за стол за стол за стол за стол давайте я вас хоть чаем напою торт вот испекла мишенька помоги посуду с кухней принять из подоконник такой как стоит цветом не уехал иду что где куда а почему именно я бери подносы к столу его у тебя два сына есть а может мишенька разливай пожалуйста ты ближе всех к самовару так-так-так-так-так-так-так-так-так-так пожалуй я пересяду куда ты пересядешь ты идиот сейчас я чаю накачал уж болтать наливаю уже шучу шучу делайте ваши заказаны кому с чем и сахар лимон холодная вода тетя галя мне на полной программе просто вообще все сахар лимон холодная вода и хипяток с травой настоящий кавалер жесть надо продал лимон сахаром пускать вовнутрь только холодная разбавь мне как теме большой ведь мальчик а все за старшим братом повторяешь ничего не повторяю мне правда так нравится да то со мной все просто отсыпь сухой заварки покурю чё уставился шучу я сахар лимон и сойдет ничего не надо горячий без сахара и лимона или ты забыл смысле не забыл то что доктор прописал белиссимо лада вы из италии мсье сейчас накатим горяченького красота какая мам я помню у тебя наших детских снимков целый архив вот тебе пополнение в коллекцию ничего себе откуда такое богатство совсем гордо собирают фирмы и за чудесные цветы и спасибо мишенька я слышала это ты алмазу помог как-то угадал у вас любимый цвет сиреневый я экстрасенс угадать что вы ели на завтрак блин он не надо чай такой вкусный прямо как в детстве когда мы после снежков возвращались мокрые на сквозь одежда покрывалась курка льда прямо до спи вообще-то и замок штурмовали там без доспехов никуда действительно а мне больше по душе был новый год целую ночь гулять разрешали капец ждал единственный день в году чтобы погулять ночью вот только ни у кого я сил до утра не хватало все равно ложились вода вода жестко разоблачение вот только ни у кого сил да вот это лучше я прекрасно помню другую ночь когда вы решили погулять напомнили мы за поверх поплатились полна а собаку на нас спустили одежду мы а кольчугу порвали вы про выпускной это когда мои родители уехали мы квартиру верном перевернули молодые были глупые миша миша ты отлично понимаешь о чем я о чем ваш побег из города взбредет же такое в голову не помню такого не было нишу после моря на приключения потянуло а чё обо мне все начали говорить не помню точнее про мишу полетать оказалось так весело когда и земле еще было различима все внизу становилась с таким игрушечным на воду какая прелесть почему ты скрывал или я здесь одна эту историю не знаю 1 мне кажется не 1 зинаида наверное мы и напомнили про день рождения зина зина зиночка зиночка зинаида баранки рада тебя слышать спасибо за поздравление а николая нет не видела наверняка в гаражах пропадает ой и правда странно где же ему быть я по сердце не схватила знаю что такое это делся в гаражах нет зинаида волнуется он обещал ее в казань свозить что-то там ей купить надо моего победу увели наверняка ищу дети что я слышу как вы до такого додумались до молодые были глупые машину в любом случае надо вернуть может по дороге и дядю колю встретим осина поезд опоздает давайте сначала на станцию может он там сослуживцами лишь я не еду все равно не успокоюсь пока не буду знать что все в порядке понятно а где спать будешь конечно в порядке в нашем так городке тетя галя даже дверь не забирает мы не реку ли он найдем и тебе позвоним дядя коля не подарок конечно но ведь не чужой монгол можно у тебя сегодня прикатываться как себя спущу да не вопрос искали еще не подумала лишнего да нет ты же выезжаешь из своей квартиры я вот чё подумал машину дядя коля вряд ли ищет а то бы сюда нагрянул проверю в участке может там в курсе почему просто не позвонить если он туда загремел придется лично вмешаться точно я сейчас папе позвоню предупрежу если мы на поиске надо и мне на станцию зверкнуть натворили делов а теперь вот у человека инсульт и никто не помог и умер все зинаида плачет привет пап меня сегодня не жди я у ребят переночую все хорошо просто загулялись и я тебя до завтра вот басе сказал ты можешь к монголу не идти начать я такой ну давай станция а виталий привет это миша у вас зяде коле там нет он пропал нигде нет будь другом прими сегодня поезд за меня не вопрос вообще не понимаю зачем нас двоих держит на выходе всех проверять и привет думаешь ты лишний шуток не понимаешь с меня прочитать блин мысли я узнал бы дядя коля что за меня виталик работает лишь бы мне проел плюсоположение мне кажется это не плюс ребят фокс мы гады проблем ну что пойдем фокс мы гады проблем дядя коля как в воду канул тогда толкаем ася за руля водить не умею неважно просто держи прямо на дороге тебе только баранку рыть передачи все остальное знать не надо я предупредила новались выбор толкать толкать поперли а могу сына так отдыхаем отдыхаем поехали атлеты вы мои пусть только кто-то назовет меня хилом теперь это дольше всех отдыхает вот сосранец от быстрей всех устает о как-то приноровились вроде мне даже начинает нравиться ухнем напишу потом картину пурлаки и машина тогда береги руки вода дорогу прокате матью с ветерком не надо тормоза тормоза вроде как был там непонятно неизвестно работают или нет мы поворачиваем не сдаемся мы сможем у меня открылось второе дыхание в казань мне кажется не поедут а вы здесь нет еще немножко осталось как-то подозрительно пусто я продолжу нету в казань ушел я взмок а у меня пуп развязался чё надо куда-то прям так толкать прям до толкать шпана а я за вас еще заступался что такое где дедикой милиции он надо было сразу с монголом эти заявил все-таки на побежал уже потом возвращается заявил спрашиваю он как бросится на меня глаза на выкатя орёт где моя машина угнал паскуда в итоге я сам милицию вызвал двое скрутили чтоб угомонился тюкли чушь какая-то мы нашел мы машину у него есть подносу тронулся на нервной почве лучше вам сбегать в участок своими глазами взглянуть это уж само собой пешком или на машине вроде как ездить а дверь закрыть а так на кусочек новый кусочек помест вот так вот где тюрьма ой полиция реально где нам ой милиция а то есть вот здесь во осенние ворота будка тппшная оно обезьянник дядя колева обезьянники миш ты должен на это взглянуть чё такое чё-то чё-то прям серьёзно даже не может быть талант всё-всё быть нормалёк шо случится здесь вам не зоопарк чего припёрлись а если зоопарк деньги гоните дядя коля простите за машину какой я вам дядя так это я всех подбил ее угнать мне очень стыдно честно честно он не помнит а вы то тут при чём зачем этого хрена выгораживать дядя коля вспоминайте мы вас отвлекли и угнали машину я вас знать не знаю чего прицепились во я тебе говорю он не помнит пойдемте вас тетя Зина ищет как дядя Витя дядя Витя да это та дура что за мной приходила тогда я лучше тут посижу а вот с тобой красавица я бы прогулялся это после самогона после алкоголя какого-то ну этот пил дядя Витя пил дядя Коля то наверное тоже парочку бутылочек убил ну блин наверное по ходу чё-то тут либо радиация какая-нибудь здесь всё-таки военный закрытый город либо какое-то оружие либо какое-то оружие применили точечным странно нет вы правда лучше посидите всего хорошего нет даже не так нет вы правда лучше посидите всего хорошего ну что я говорил то же самое что с Витей дядя Витя оба не дураки были выпить еще скажи пленному паленым алкоголем отравились все-таки странно почти одновременно и забыли только только знакомых забыли но все же ясно это янки применили психотропное оружие не паранойя янки янки на ходу обсудим погуляем ночь такая теплая лето прямо погоди это сейчас пожилых началось а если со всех со всех начнется мне тут еще немного утрясти надо мы к маме у нее день рождения мы ее бросили а я с тобой сто лет не виделись надо пользоваться случаем пофиг с этой станции там Виталика Виталик если что заменит особо не увлекайся я тебе посреди ночи не открою и куда насчет школы вперед с завтрашнего дня как раз каникулы так монгол короче не открываешь я пойду к себе в квартиру ночевать Настя со мной она на полу я на плате у меня план не придерживается школа 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 и куда мне это претерпеть вот сюда да строй снова в школу сейчас не пожалуюсь как в детстве что снова в школу идти все равно чтоб не сходится двух человек одни и те же симптомы да странная от него какого-то точечное оружие может не оружие может быть и водка паленая или пиво просроченное да не знаю всякая паркинсон тоже как ветер перемен два насыщенных дня и в голову уже почти не лезет всякая чушь может правда пора что-то менять давай на крышу так и чё ты придумала на крыше делать мы вдвоем надо ей признаться больше не могу молчать да все я тебя понял миша все работаем я не подведу у меня сейчас язык отвалится не представляла что можно болтать всю ночь напролет а зато теперь все друг о друге знаем как провели эти годы за ночь всего не расскажешь что то есть сама не сразу вспомню иногда к слову придется вот в памяти и всплывает да бывает такое монгол меня наверное потерял как зинаида дядю колю ты прав пора спускаться я не к тому вечного нет правда тебе еще утренний поезд встречать поспихать немного уже смысла не отложиться пошли сразу на станции я вечером поеду еще день вместе проведем супер супер тогда я дам тебе ключи отдохни у меня на станции здесь запасные я вернусь и разбужу мы прямо сейчас или еще по себе посидим пока не ушли пока не ушли мне надо кое-что сказать я вся внимание сейчас секунду начало только придумаю я знаю как ты ко мне относишься чего ты взяла что и об этом когда так мнутся сразу ясно блин неужели так что читается ну да вообще читается и что скажешь не спрашивай иди сюда куда сама потерялась ну я имею ввиду первая красота пропустил поезд номер 424 номер 424 рота подъем и просьба от края платформы как это как его блять как это ты в мемасе обезьяна на чё здесь из дома выгнали да выгнали день рождения отмечали пустя к себе доклась ничего ночевал бы вместе с ней давай без грязных намер ладно вставай уже поезд прибывает как ержан во ержан так ты заебал вставай на работу пора ержан 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 вставай ержан заебал я и вспомнил вот я уже думал пойдут в квартиру после такого вечера Миша твои родители в Казани ведь давно их проведывал на днях по телефону болтала что как-то там тревожно вертолеты милиция даже военные машины или что случилось что-то случилось это не связано с провалами в памяти уже не буду задерживать просьба отойти от края платформы и 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 спокойно подряд миша ё-моё что тебе непонятно тоже медицы вызову нет мама она не такая у меня паспорта должна про тебя быть отметка думы без тебя не догадались мама теперь уверена что мы и паспорт испортили но я что могу видите дядя коль букс лишь бы маму твою удалось убедить одно могу сказать она разумнее тех двоих поторопимся более митинге может быть он не пошутил про янки куда пробежишь с красиво делать не алкоголем сейчас сама ребята схем защитим угроза какая-нибудь покажется что за ребята будут ускакивать а интересно подожди вот это было странно это был ближе просьбом находиться на безопасном расстоянии пойдем так но пока дом не окружили порядка что-то в этом доме аж три случая ой 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 камера поменялась и управление тоже все углы собрал что же он так тащится и успокойся я тут подожду меня мама на порог не пустит сам не похожа на тетю галю у нее всегда двери на распашку кто там миша помните так разве что такое сказал а в чем дело один а кому еще со мной быть в городе псих утром сюда явился и давай уверять что мой сын и тема главный поддакивает куда только милиция смотрит впредь буду дверь запирать дайте угадаю его зовут алмаз это розыгрыш откуда вы его знаете тема ты может аси еще кто он такой имя ты еще взял себе алмаз может быть все дело в воде я и разбавил просто водой хотя этим двоим тоже разбавил кому я еще чё по чаю можно было понять аси не разбавлял я добавил сахар лимон а монголу сахар лимон не разбавлял а я весь комплект этим двоим я только разбавил за чем проблему надо чем англо встретить я все объясню только дайте ваши семейные фотографии ну пошли прямо дети малые все бы вам играть хотя день рождения у меня или нет нужно чтобы он запомнился так ведь он был вчера блин конечно подоконнике классный всего любят она подходит сразу куда бы дабы что богу нет нет не трать время мишенька никакого алмаза ты здесь не сыщешь сейчас смотри алмаз вот дядя бахир подарил ему железную дорогу он теме эту несчастную дорогу купил на новый год а ты тогда мечтал о дальних странах и чуть не поселился у нас с утками играл было дело но кто по-вашему это тревущий карапуз фу себя не признал что на тебя тогда нашло дорогу просто узурпировал сколько тему не учили делиться он не выдержал и отнял ее мы с темой ровесники а на фотографии второй мальчишка явно младше знаешь а ты прав и кто тогда это кто это не знаю кто же это может быть подсказываю алмаз алмаз якут золото это подруга моя с ребенком в гости зашла точно нашла отговорку тетка не выдумывайте ты на старших то голос не повышай пошутили хватит что тут смешного представьте каково сейчас алмазу ну блин не то вообще в принципе фотка нам что посерьезнее это а представь каково сейчас мне меня убеждают что я выжила из ума да мы хотим помочь я себя прекрасно чувствую о не сомневаюсь там должно быть про алмаза я не сомневаюсь все порядке себя чувствуешь и ты поганец к порчи паспорта руку приложил чего я тебя сейчас дам загляните в альбом который мы вчера подарили алмаз повсюду фото монтаж я читала таком а где деталь фото монтаж что ну что кончились аргументы черни то алмаз на меня надеется я должен сделать все что в моих силах фото монтаж тетя гали все на взводе может пока хватит потому что нибудь еще с алмазом придумаем так кому вы недавно ездили в казань за покупками я ездила а если вам нужен альбом чтобы изгаляться надо мной то знаете что выброси сейчас ты понимаешь старый ты только что прошлое вы старался кому лучше стало от того что тетя галя обиделась таков путь че-то прям все настроение испортили хочу делать че делать это на случай если забуду подпишу что-нибудь в духе артем если ты читаешь это ты лишился памяти знай на снимке твой друг миша теперь мы точно знаем что дело не спиртом честно говоря я уже не знаю что думать для инфекции слишком странные симптомы но болезнь как-то распространяется надо перестраховаться тетя галя наш альбом в окно отправила подбери если не в тягость пусть у одного из нас лежит что теперь с алмазом то будет ему давно пора перестать за мамину юбку держаться за нее сама боишься конечно это все неприятно но не смертельно ей не пять лет не пропадет действительно кстати куда ты осюдил мне ее тоже надо заснять спит еще не стала всю ночь гуляли приводи потом ко мне хорошо не обещаю сейчас я возвращаюсь она тоже не помнит меня вот это прикол мы не только начали нравится персонажа и тут они начинают друг друга забывать ну как галяк не вышло шить я так просто не сдамся подожду ее на скамейке выйдет рано или поздно на полицию вызовет вами ой милицию уже привык к слову полиции сначала за оси и потом за альбом чтобы не возвращаться а альбом не должны стащить здесь все свои сегодня я забыл праздник квартир я все какие у нас планы на ее нет ася ты что еще спишь вставай соня и нет непоседа не дождалась все таки на станцию за мной убежала что за вертолет к нам пожаловал сегодня он завтра нло уже ничему не удивлюсь военные скорее всего следы ась так заскучала что даже развлечение себе нашла рамку надо либо убрать запомнить чем-то еще чем-то еще надо я всю свою музыку наизусть он пойдем на станцию нет за любого а потом куда на станцию и куда куда может быть альбом упасть куда где он может быть а увижу куда стоять ну как обычно хоба хоба так что тут у нас день рождения оси как это есть куда куда говорю летим товарищ куда снимок занесло сейчас бы хороший ветер чтобы с дерева скинуть застрял у нас однажды на дереве воздушный змей до нижних веток не дотянуться а ствол в два наших тогдашних обхвата никак не вскарабкаться мы с артёмом долго спорили кто кому встанет на плечи каждый хотел оказаться тем самым героем что полезет на дерево остались бы мы без змеи если бы монголу не надоели наши препирательства он без лишних слов подсадил алмаза алмаз правда чуть не рухнул достать змея ему не хватило он полез на самую вершину посмотреть на город с высоты птичьего полета а ветер где ну вот спасибо подняли то выпускной куда же без него действительно можно и без него ну дядя коле снимок конечно не нужен но нам бы за него сейчас влетела да и это тоже начал этот снимок от алмаза его бы задело что мама альбом по ветру пустила последнюю вижу ура медаль монгола класс алмаз на ли нашу совесть чисто куда альбом альбом туда назад или ко мне в комнату ли артем так-то лучше с возвращением Ну окей, можно так. Так, а вот это уже плохо. Да, я видел вертолёты. Да, я сижу дома. Да, я в порядке. Тихо, спокойно. Это я, Миша. Это в корне меняет дело. Засыпали тебя сегодня звонками, да? Слушай, если вдруг всё медным тазом накроется, то уж маму не бросают. Ты на днях звонил. Я поразмыслил над твоими словами. Пожалуй, правда, время забыть старые обиды. Вот он, правильно. Уже слышал, какие пироги у нас в Казани? В самом утро телефон разрывается. Достали. Волнуюсь. Зачем? Я кофе на балконе попиваю. Самое страшное, что с нами может случиться, с нами случится. Мы все умрём. Когда я-то чувак. Что же верно? Ладно, рад был слышать. Тебя в новом здравии. Ну вот, чё-то мать не отвечает. Чего ей дома не сидится? Вокруг чертовщина какая-то творится. Она бродит. Магазин. Продукты сами себя не купят. Погоди. Куда? На третий. Поехали. Эльбом отдадим. Артём, нет. Если любишь меня, не открывай. Артём, ты меня слышишь? Эти деньги шалят. Я никого не хочу видеть. Хватит. Сколько можно? Ясненько. Ну, бабуля нормально так поехала. Криша. Бабуля и так неплохо. От чая. Наверное, алмазу-то дам. Отдать надо. Да, конечно. Вот так вот сегодня знаешь, а завтра... Не знаешь. Как же так? Все телефоны, все дни рождения наизусть помнила. Ни о ком не забывала. Я не знаю. Уважаемые пассажиры, перед посадкой на поезд убедительно просим вас объявить билеты и разрешение на вы в окно номер один. Ты чё, суетишься? Касю не видел? Одноклассница моя. Шатенко, длинный волос, оранжевый плач. Так бы сразу. Видел я. В окошко твоя полезла. Ну, я и сказал, что на поезд она опоздала. Не зажги, она разминулась. Небудь на вертолет побежала глазеть. У народа только и разговоров, что о нем. Кто, зачем, почему. Спасибо, проверю. Неужели я все забыла? Нежданная масть. Что за вертолет к нам пожаловал? Сегодня ООН, завтра НЛО. Уже ничему не удивлюсь. Мы свидетельно просим вас предъявить билеты и разрешение на въезд в регистрационное окно. Да подожди ты со своим окном. Ммм. Вертолет, эм. Далеко убежать-ка. Ну, а где? Мне не надо заходить сюда? Ну, чисто так, поинтересоваться, узнать, как дела. Не, не надо. Вроде очереди не видно. О. Да. Чет, проехала или проехала? Уважаемые пассажиры, просьба вас находиться на безопасном расстоянии. Открываем. Так, как правильно должен быть? Питьте. Если к вертолету верить, вертолет умереть надо сейчас, да? Вроде когда. Так, 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 так у спокойно по тротуару точно по тротуарчику ты как-то лету расскажешь потому что там такое если выжил капец яма или это лужи и партий у черная волга а вот это конечно это могу сказать пока на наркали большинке у нас черная волга поворачивать на на зону вертолёда а из снега да к в их добру это мишаня не проходи мимо но миша не ты здесь задержа моя невеста оля оля это миша мы со школы знакомы очень приятно и мне чё вчера работу прогулял дедико проспал ой пропал искалишь на ну как тебе сказать памяти машину слухи витя твой сосед тоже детей не узнает слушайте может властью встречали девушку в оранжевом плаче это ты с ней позавчера на станции щебетал так ты и увидел но ты наведайся в больницу вдруг анализа сдает какие на шишку из казани прислали вроде как эпидемия гриппа какой-то сильно борз всех на анализы гонят карантином грозят я понял ах это не грипп что тогда люди вокруг забывают близких видите дядя коля тетя галя давал ты нас мешание уж лучше бы это был грипп да я тоже вот думаю что лучше бы это был грипп но мне кажется ты не грипп давай подъем спросим рыцарь люблю врачебные дела ну если аси в больнице ради нее можно подойти и узнать как дела ребят нельзя подойти узнать расстреляют наверное как далеко идти подожди а стоп недалеко больница здесь вдруг в казань уехала ася ты тут кто-нибудь еще встречал еще кто чего кричишь кровь сдал проходите садитесь и кровь сдал и кал сдал мочу тоже да чё тебе еще на хвосте чел это чел погоди погоди тут есть чем тишня нет блин там очередь увеличился расслабьтесь чувствуете себя как дома я вообще-то я потом дальше такое следующее и алё как очереди очередь умник в очередь жизнь только очереди здесь кто я ну прям и чё чё-то долго проходим не задерживаем очередь нужно знать надо расслабьтесь чувствуете себя как дома на анализ есть еще кто нет попроситься без очереди что ли мне же только про оси спросить на анализа не так спросить пропустите нет я это я только спросить вот-вот уже проходим не задержим почти вся внешнюю прямую мы мучили потом еще 25 врачей расслабьтесь чувствуете себя как дома и люди перестали приходить мне уже давно попал к врачу если бы понял раньше что надо занимать очередь надо нажимать на толпу а не держаться в толпе взял нажал на толпу и все проходим не задерживаем очередь так мне только спросить как вас зовут андрей снегов михаил анатольевич неважно расслабьтесь чувствуете себя как дома давай не будем сдавать анализа смаза шоу за чем-то анализа знал как говорится благодарим за сознательность а что за анализ я были к вам девушка ворально воплощение сгорела место похоже на справочный стол вов да похоже и точно не стой ноги встал чего бы парню не помочь мало ли как девушку звать журнале проверю камышина анастасия владленов на мыши наговоришь на мыши не вижу извини а что за анализа и вообще сидит тут и не знает есть подозрение на новый грипп вроде банки в начале века нужна большая выборка чтобы убедиться обычно против гриппа сразу акцинирует и уж нам виднее сразу вакцинировать или сначала анализы взять работе резать через неделю понял понял все понятно она дежурная маска да есть я вашего блага нельзя и знать про тетю галю кто не уедет она даже ради дяди коли осталось с другой стороны как я могу ее обманывать она меня потом не простит похоже аси в больнице нет впрочем не хотел бы тут ее встретить где бы я искал на месте аси какие у нас знаковые места такие что самые-самые да где асе может быть еще монгола что ли о помощи просить знальду знакомец первый раз там в игре договорились там стрельц кстати а то я что игра играю а сохранение не видел а делать так полицию но полицию это вот так вот убежать повторяем просьба жителям пройти обследование в городской больнице в республике выявлены случай заражения новой формы гриппа монголы я тебя слышу меня друг здесь на автобусе можно ездить мне не надо ну ладно Так. Оно. Повторяем просьбу к жителям пройти обследование в городской больнице. Это он в УАЗике сидел. Сначала к дежурному. Он в патруле по городу колесит насчет анализов. Ему что-то передать? Я сам его включу. В патруле висит монгол. Его бы еще поймать. Да, я его слышу, но его не поймать. УАЗик просто бегом не догонишь. Куда-си, молодец. Мангол, ты где? Так, пойдем, давай туда. Че-то ездит. Тут радио. Не важно. Блин, его бы реально поймать бы. А где он? О, щет. Пригей нарезает круги. Вот как я нарезаю. По часовой стрелке. С такой же скоростью. Супер. Супер. Повторяем, просьба жителям пройти обследование в городской больнице. В республике выявлены случаи заражения новой формы гриппа. Стоять. Чего носишься, как умалишенный? Ася пропал. Я думал, вы оба пропали. Где тебя ночью носило? Не важно. Мы до удра гуляли. Я спать к себе ее отправила. Асана станцию. Возвращаюсь? Нет. Ты думаешь, что и она? Боюсь, что да. Сегодня утром ты тягали. Твою ж мать. Эпидемия гриппа. Ты в нее веришь? Тоже думаешь, что это как-то связано с Витей и остальными? Да. Не знаю, но совпадение слишком странное. Без доказательств можешь вляпаться. Лучше пока молчать. Я пока не говорю. Я только... Только по секрету. По секрету. Только своим. Только своим. И... Без доказательств... Да. Без доказательств можно вляпаться. Встретишь и сам знаешь кого. Передай. Я жду ее у дуба. Это если она еще помнит тебя. И дуб, если тоже помнит. Повторяем. Просьба к жителям пройти обследование в городской больнице. В республике выявлены случаи заражения новой формы гриппа. Я, кстати, грипп. Подосиновик. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Наверное, гнобу надо идти. Сразу. Сразу. Встретим. Без дуба. Без дуба. Играет. Без дуба. Без дуба. Насос наполняет гелием разноцветные воздушные шары. Без дуба. Без дуба. Без дуба. Ася смеется. Шары тянутся к безоблачному небу и прыгают вверх-вниз на своих поводках, если их потянуть на себя. Наконец, мы их отпускаем. Шары взмывают ввысь, превращаясь в точки. Мы верим, что они достигнут солнца. Когда их уже не видно, родители покупают нам мороженое. И мы идем дальше. Вот так, вот дуб. Война и меж. И как долго ты будешь здесь ждать? Как буду я долго ждать, пока ты будешь ждать? Кто это? Она. Миша! Помнит. Балда, ты думал, я тоже памяти лишилась? Да тут, хрен знаешь, что подумать. Был у тети Галли? Да. Что делать будем? Уезжай из города и больше не возвращайся. Здесь становится опасно. Конечно, грубые слова, но... Так, на самом деле, есть... Но вообще-то я про тетю Галю. Мы понятия не имеем, что это. Оставаться глупо. Тебе надо быть с отцом. А у тети Галли еще... Есть Тема. А как же моя командировка? Что-то мне подсказывает, что ей в любом случае конец. Думаешь, вся суматоха из-за этого... Забвения? Не знаю, как назвать. Забвение. Ну подумай, какой грипп? И еще вчера ни слова. А у самого какие планы? Еду с тобой. Задержался я тут, знаешь. Тогда на станцию? На станцию. Больше родителей надо предупредить. Алмаз бы тоже заходить. Куда вы родители? Предупредим. Алмаз должен быть с родственниками. Спасательная операция. В городе назревает что-то нехорошее. Лучше ей сюда не возвращаться. Родители предупредить. Это значит позвонить нам. Карта? В. В. Най. Дом. Станция. З. Типа че? А, подчеркнуто. Сюда. Два подчеркнуто. Я понял. Если я здесь вот пойду, выйду? Не. Давай, брата. Люди, бегите. Бегите, пока не поздно. Покупайте сахар, гречку. И макаронное. Когда начинается любая движуха в мире, эти три продукта становятся самыми дорогими. И популярными. Так что, если деньги обесценятся, можно будет обменивать на это. Сахар, гречка и макароны. Не, ну я, конечно, не призываю это чисто. Домысла. Повторяем. Просьба к жителям пройти обследование в городской больнице. В республике выявлены случаи заражения новой формы гриппа. Ой, я куда-то не туда прибежала. Это гараж, блядь, прибежал, сука. Мам, взгляни! Твои любимые цветы! Откуда мне знать, если я тебе чужой? Не притворяйся, что не слышишь! Мы уезжаем. Я не брошу маму одну. Я спалил. Если так надо, я задержусь, а ты поезжай. Перестаньте, я один прекрасно справлюсь. Пускай лучше Ася с чем и едет, чем здесь застрянет. Мама тебя даже не помнит. Я остаюсь и точка. Спасибо, Миш. А твоих маму с папой я навещу. Тогда вперед. Посажу тебя на поезд. А уже, наверное, не это. Ну хотя, давай зайдем. Уже бессмысленное, конечно, предупреждать. Куда ты идешь? Куда? Куда ты идешь? Дайте мне пять минут, и я вся ваша. Ты где пропадала? А почему таким тоном? Я тебя потерял. А у вас, говорят, какой-то мрак. Я как раз в магазинах впрок закупалась. Пока не ясно, чего ждать. Ясно. Блин. Ну я говорю, когда движуха, у народу активируется вот такое стадное чувство. Сахар, гречка, макароны. Ёбаный рот. По 50 килограмм того, этого и другого. Если вдруг что, а меня не окажется рядом, не упрямься. Обратись за помощью. Не напоминай о нем. Серьезно, сейчас мы должны держаться за дном. Тетя Галя забыла алмаза. Поградила голову? Ага. Грипп. Ты не поняла. Люди теряют память. Как неизвестно. Ни одна тетя Галя. У нас еще Витя с дядей Колей. Значит, народ не врал. Помиритесь с папкой. Мне надо переварить твои слова. Я буду звонить. Кладись первое. Познаем просьбу к жителям пройти обследование в городской больнице. В республике выявлены случаи заражения новой формы гриппа. Сахар, гречка, макароны. Сахар, гречка, макароны. Сахар, гречка, макароны. Погоди, на 3-е давайте зайдем. Давай, друг. Погоди. Ну там... Ну, иди, беги там. Я не знаю. Ну, чё-то как этот. Устал, что ли? Сука. Так медленно. Сука. Что-то будет опять плечать. Отстаньте, отстаньте. Я никого не хочу видеть. Хватит! Сколько можно! Понял. Бабуле уже не помочь. Ну? Ладно. Только всё наладилось. Такая цепочка диалогов выстроилась. Пусть какой-то грипп напал. Коля, хотя бы от работы не отлынивал. Блин, а я смеялся. Вот, типа, блин, чё? Перебухал. А вот все вот так вот сначала смеются, а потом... А потом всё. А потом уже не смешно. Повторяем. Просьба к жителям пройти обследование в городской больнице. В республике выявлены случаи заражения... А вот и Миша. Сейчас всё нам объяснит. Что с поездом, братец? А чё с ним? Поезд не придёт. Очень интересно, я не в курсе. Так позвони начальству. Заперли. Вы сами видите, что вокруг делается? Что ещё услышать везде? Например, когда поезд будет. А его не будет. Когда мы его остановим. Выпуская нас на пути Миша, раз телефон не вариант. Вы спят идёт. И чего вон дома не сидит? Тебя не поймёшь. Сначала признаёшься, что грипп наглое враньё. Теперь не пускаешь. Ты на чьей стороне? Не задерживайся. Вон до морда. Это нас угораздило. Будь я большим начальником, я бы помог. Но я всего лишь у вас документы проверяю. Миша, сейчас тебе совсем не надо быть большим дядей. Ну что вы в самом деле? Миша, не меньше вашего нужен поезд. Меня отправить. А толку, если поезда нет? Что он сделать может? Открыть нам платформу. Дальше мы сами, не боись. Ну не лам. Дай я с Мишей парой слов перекинусь. Меня он послушает. Ты маму бросаешь? А о чём вообще с тобой говорить? Братец, у меня вся жизнь в Москве. Дети рано или поздно покидают семейное гнездо. Это у тебя всё шиворот на выворот. Родители разлетелись. Я не хочу здесь торчать и кончить как мама. Уверен, остальные того же мнения. Это твоя надменность? Всегда меня раздражало. Ты скажешь, у меня от неё никаких амбиций. Но это лучше, чем стать похожим на тебя. Почему? Были у тебя амбиции. Ты хотел Аси добиться. Только как не знал. Ходил за ней хвостом. Надеюсь, всё это не надо. Что, они люди? Что спорят? Почему не пропускают? Мне просто спинят. Не могу тут вечно так делать. Пропустай. Благанно. Тогда выпустим. Плохо делал. Эй, что происходит? Ты много добился, задрал нос, что отсюда уехали. Ты побольше твоего. О, образование получил, наукой занимаешься. Скоро за границу обещают отправить. Скажешь, мало? А теперь ты поведай о своих успехах. Ну, я слушаю. Как тебя зацепило, однако. Только ты всё неправильно понял, Тёма. Откуда тебе моё имя известно? Ах да, пропуск при въезде. Угол догнали. Не могу тут вечно торчать. В смысле? Это же я, Миша. И что дальше? Знаешь, сколько я Миша встречал? Только тебя среди них не было. Откуда ты мне про меня тогда знал в начале? Бросай шутить, хватит с настояном. Я тебя в первый раз вижу. Надеюсь, и в последний. Так. Ты утром меня на поларой щелкнул. У тебя фото с собой? Миша мой школьный друг. Подчерк мой. Нет, этого не может быть. Я так не хочу. А если я всех забуду, как тогда жить? Это всё вода. Ничего. Через воду. Он водничку пил. Хоть это насугает его. Точнее, ему разбавлял водой. Мы плохое забудем. Начнём всё с нуля. Как видишь, есть. И свои плюсы. Если ты говоришь правду, ради нашей дружбы выпустилась. Прости, не могу. Это нарушение всяких конструкций. Тебе инструкции важнее живых людей? Народ, за мной! Ясно, бомб. Отошли от двери. Так. Того они не стоят. Потом тебе ещё что-то писать. А то ещё и забудешь. Поезд. Поезд едет. Вижу. Идёт уже. Ладно. Я вижу поезд. Сейчас. Разъебет. Эй, стой! Куда? Стой, стой! Остановитесь! Эй, стойте! Стойте! Все в сторону. Так, всё. Никто не обещал, что она остановится. Чуть не задавил. Конечно, тут мы не заслаждались. Доволен? Остановили поезд? Больше мне на пути не попадать. Увижу ещё, пеняй на себя. Серьёзно? Ничего. Посмотрим ещё, кто будет смеяться последним. Сейчас автобус уведём и на волю. Вы совсем уже? Остановитесь. Зачем это? У нас закрытый город. А вы бузите. Вам это не спустят. Найди здесь снаружи что-то другое. Думайте, как справиться с болезнью. А не волосы на Сибирвитю. Так, 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 стоп. Надо здесь что-то ответить нормальное. Их не выпустят. Я не понял. Ты нам угрожаешь? Наоборот, не хочу вам проблем. И что ты предлагаешь? Найдите снаружи что-то другое. Какая разница, где об этом думать? Я уж лучше домой. Ты болен. Тебе нельзя покидать город. Мы не знаем, как болезнь передаётся. А в этом есть логика. Убедил. По времени пока с отъездом. Попробуй остальных удержать. Тебе это проще. Началось. Домой? Домой. Трудный был день. Всем надо... Всем надо хорошенько доходить. Я учу тебя, Галя, переночую. Ей сейчас нужна поддержка. Если она тебя пустит. Только палку не прибегай. Перегибай. Перебегай. И не надо тоже перебегать. Как альбом тебя выкинется. Так, пойди. Мне точно не сюда. Мне туда. Постойте, что скажу. Ну что ещё? Погнали уже. Уехать мы всегда успеем. Дадим бой этой болезни. У тебя есть идея? Пошли где-нибудь сядем, обсудим, чтобы не на ходу. Пошли. Здесь бы я закончил бы. Там здесь сохранилось. Пошли дождь. Сядем.